Здравствуйте! Это очередной выпуск передачи интервью со звездой и у нас Игорь Маэстро Дворянки Добрый вечер! Короче, тут такая неожиданная была история, знаете, неформальная Она случилась со мной 2-3 дня тому назад Я, короче, приехал на работу к себе в офис Ну, начальник сказал, в офисе немножко такой того-того, где выделим Маэстро кладбище, говорит «Меня же в банк должен взять» «Нет, банк отменяется» «Все, банк обанкротился, тебя направим на кладбище к трупакам» Я говорю «Ну ладно, это нормально Работа есть, думаю, там можно будочку выделить, теплообогреватель там, кондиционер там энергоизберегающие каналы Вот все, приехал я тут, прибегаю, ни будки нету, стола нету, стула нету, телека нету, варх его, блин, ничего нету, одна пустота, и я, блин который газелист меня привез говорит «Вот, мне скамейка вот тебе таборетка, будешь могилой», говорит, известных личностей самых я говорю трупами подселили к трупакам тебя короче да подселили к трупакам ну и все я короче сел на скамье а это без лист приехал это еще фигня и тут я начал думать куда попал куда меня подселили куда меня подселили но это ладно дело не у меня было подселение а подселение было в другом я сижу на скамейке а время-то уже 11 вечера мне вечера 10 привезли луна, замерзли могилы, кладбище в Тимашево большой кладбище много гектаров в ширые сутки сейчас еще застраивают кстати гробницы продольное там поле такое пустое я про это чуть-чуть попозже расскажу и сижу я на скамье очень потихоньку начал ветерок все быстрее-быстрее-быстрее тонко-тонко-тонко с разных краевых с боку справа пациентов дубьё макушку сюда я всё выдержу вроде кукушка не слетела вроде тортёк стоит пока смотёк мой и короче тут одна могила была подача такая огромная а там кресет нарисован цветы, розочки декоративные как-то и вот я смотрю там кто-то выйтиwork вот так тоже ну там у меня был душлаг мужик остался Как бы одеяло тоже, я душлак одел, 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 а я думаю, а это призрак его, фигня, подселение, приедение не там, кончено, не горюще, короче, и это, и хоп, я заснул, 2-3 часа ночи, какое-то приедение из гроба вылетает, и такой, у-у-у, и воет, короче, жестко, что-то я как-то, это, у меня был пиджак, короче, это, парахарик, вот так спрятался, а это вольт, куда-то улетел, а оно такое, знаете, как этот, как он, с зигстраком такой, подселение, ну, как бы здесь застрелый, как бы куплен, как бы, да, а здесь, какой-то такой звезак, понимаешь, как зеброй, какая-то такая, страшное было существо, мегакалиберное, и оно как молния, так, ну, неже, строчилось, как змея, короче, на верху летел, ну, и херня, короче, потом-то, ладно, херня, было в 6 утра, в 7 утра, утром полусмотренья, Я хотел ему еще рано позвонить, не позвонил. Приехали два пацана каких-то, а они с буром приехали. Начали землю бурить. А там ветрокат везет. Я подумал, что они что там делают. Они оказывается карампатицы начали. Они говорят, мы первый раз в жизни сюда приехали. Я подумал, да, видимо, их привидение это привело. Там, блин, весь бур, короче, кончено, вся земля рыхлая. Вообще страшно было. Позднее, да, я позвонил Русичу, говорю, у меня ветер жестко сдул по черным. Меня же снесло даже со скамьи. Улетело то ли привидение, то ли подселение улетело. Не знаю, вообще внизу, блядь, на земле оказался, блядь. А утром буровые станции приехали. Начали окопы, блядь, трансфер выкололить жестко. И все, и на этом всякая история кончилась. Я Русичу позвонил, а он подумал, что это мой друг, блядь. А он подумал, что там это, подселение бегали. В гробницах вселялись, меня поселились, в общем, одни трупаки, говорю, зомби. Я сказал своему начальнику, я больше никогда туда не приеду. Страшно, бля, по черному, по черному в хлам. Все, маэстро, он никогда, ноги даже не будет. Все, и я взял попи, снигу, все, блядь, сразу нас еще не было. Все, вся история. Спасибо, друзья. До свидания.